Гибель Игоря привела к тому, что его жена княгиня Ольга, Хельга или Елга, взяла власть в Киеве в свои руки. Ей помогали или делили с ней власть сподвижники Игоря Осмут и Свенельд. Сама Ольга была скандинавкой и до брака с Игорем жила в Апскове. Узнав о смерти Игоря, она поручила боярину Осмуду, воспитание юного князя, старому и опытному воину Свенельду, дружину, а сама приготовилась мстить за смерть любимого мужа. Вместе с дружиной Ольга пошла на Искоростень, столицу Древлян. Дружиной предводительствовал малолетний Святослав. Когда войска стали друг против друга, князь метнул копье в сторону убить своего отца. Копье, брошенное рукой ребенка, пролетело между ушей коня и упало, ударив ему в ноги. Свенельд и Осмут, воспитатели князя и старшие в дружине, сказали «Князь начал, начнем и мы, постоим за князя» и бросились в битву. Установив во всем порядок, Ольга продолжала княжить в Киеве. Святослав к тому времени возмужал, но был увлечен ратными делами, а не управлением державой. По преданию, Святослав был ловок и быстр, смел и решителен. Он жил со своей дружиной, ел мясо, жареное на углях, спал, как простой воин у костра, положив под голову седло. Его имя наводило страх и на врагов Руси, и на ее соседей. Отвага и рыцарская честь соединялись в нем. Вопреки военным законам своего времени, он не нападал неожиданно из-под тишка. Святослав всегда посылал к соседям сказать «Иду на вы!». Он вызывал на честный поединок. По князю подобралась и дружина, преданная и непобедимая. По свидетельству тех же современников, Святослав был голубоглазым, пышноусым человеком среднего роста, он брил голову на голо, оставляя на макушке длинный клок волос, оселедец, такой позже носили запорожцы. Со стороны отличить его от подобных ему воинов помогала только более чистая рубашка, которая была на князе. В ухе Святослава висела серьга с драгоценными камнями, хотя больше украшений князь-воин любил отличное оружие. Сначала он воевал с Хазарией, подчинил, как сказано в летписи, на лес, платившие Хазарам дань племя Вятичи. Потом разбил волжских булгар, обложил их данью. Затем Святослав двинулся на уже ослабевший к тому времени Хазарский каганат и в 965 году овладел его главным городом Саркелом. Крепость была построена по проектам византийских архитекторов на острове, насыпанном посреди дона. За ее стенами кочевники не раз скрывались с добычей. На этот раз стены не спасли их. Святослав захватил Саркел. Позже здесь возникнет город Белая Вежа. Исполнилось предсказание о том, что сабли, заточенные только с одной стороны, покорятся обоюдоострым мечам. Столица хазарского каганата находилась на Волге. Арабы называли Волгу и Тиль. Также назывался главный город Хазар. Дворец Кагана помещался тоже на острове посреди реки. Через три года, дождавшись большой помощи из Скандинавии, Святослав вновь напал на Хазар и окончательно разгромил каганат. Он подчинил себе также и Тмут-Ракань в Приазовье, которая стала одним из удаленных от Киева княжеств, что породило известную присказку про езду в Тмут-Ракань, как про поездку в дальнюю глухую страну. Во второй половине 960-х годов Святослав перебрался на Балканы. Его, как раньше отца и других скандинавских канунгов, греки использовали в качестве наемника для завоевания ослабевшей к этому времени славянской державы – Болгарии. После захвата части Болгарского царства в 968 году Святослав, по примеру своего отца Игоря, обосновавшегося сначала в Тмут-Ракани, а потом на Тереке, решил остаться на Балканах, поселиться в Переяславце на Дунае и вести оттуда набеги, торговать товарами на Руси, мехами, медом, воском, рабами. Император не ожидал такого поворота событий. Он дал знать печенегам о долгом отсутствии Святослава. Кочевники стремительно напали на Русь и окружили Киев. В городе не было ни одного дружинника. Только стены спасли киевлян и Ольгу с детьми Святослава. Но враги могли захватить город с первого же приступа. Малая дружина во главе с воеводой Претичем находилась в это время на другой стороне Днепра. Город спас мальчик, отважившийся уведомить дружину. Он знал язык печенегов, и с уздечкой в руках, спрашивая, не видел ли кто его коня, прошел через весь стан печенегов и бросился в Днепр. Печенеги поняли, в чем дело и взялись за Луки, но было поздно. Воевода Претич, узнав о нападении печенегов, посадил своих дружинников в ладьи и поплыл к Киеву, рассчитывая спасти, если не Киев, то хотя бы Ольгу с княжичами. Печенеги приняли воинов Претича за дружину Святослава и отступили. С малой дружиной Киев мог продержаться до прихода Святослава. К нему послали гонца со словами «Ты, князь чужой земли, ищешь, а свою покину». Святослав вернулся и прогнал печенегов. Но долго оставаться в Киеве ему не хотелось. «Не любо мне сидеть в Киеве», — сказал он Ольге и боярам, — «хочу жить в Переславце на Дунае. Там будет середина земли моей. Туда стекаются из греческой земли и золота, ткани, вина и плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси меха и воск, мед и рабы». Так представлял князь-полководец устройство своей державы. Хотя, скорее всего, не богатства прельщали его. Он стремился туда, где его воинским предприятиям виделось больше простора, а победы сулили больше славы. Мать-княгиня не отпустила сына. «Когда похоронишь меня, тогда отправляйся куда хочешь», — сказала она. Ольга уже приняла христианскую веру, и ей не нравились военные походы Святослава. Она упрашивала и сына креститься, но верной мечу и удалой жизни Святослав отказывался. «Как мне принять иную веру? Дружина моя будет смеяться». Святослав не ослушался матери, остался в Киеве, но Ольга в скором времени умерла. После смерти матери Святослав вернулся в Переславец. Побежденные раньше болгары вышли навстречу ему с оружием. Когда победа стала склоняться на их сторону, князь обратился к своим воинам. «Здесь нам и умереть! Постоим же мужественно, братья и дружина!» Взяв приступом переславец, Святослав велел передать грекам. «Иду на вас взять ваш град, как и этот!» На этот раз против взорвавшегося Святослава выступил византийский император Иоанн Цемисхий. Война шла долго с переменным успехом. К Святославу подходили все новые скандинавские отряды, они одерживали победы и расширяли свои владения, дойдя до Филипполя, Пловдива. Но войско Святослава и других канунгов таяли в сражениях, и в конце концов, окруженный в 971 году в Доростоле, Святослав согласился заключить мир с византийцами и уйти из Болгарии. Греки сделали вид, будто хотят откупиться и послали спросить, сколько у Святослава воинов, чтобы определить количество дани для каждого. Святослав назвал 20 тысяч, хотя всех было только 10. Узнав это, греки выставили против него 100 тысяч и не стали платить обещанные дани. Когда дружинники увидели такое огромное войско, то даже они испугались. И снова сказал им Святослав, да не посрамим земли русской, но поляжем костьми, мертвым не стыдно, Станем крепко, я пойду впереди, если моя голова ляжет, то о своих позаботьтесь сами. И ответила дружина, где твоя голова ляжет, там и наши головы сложены. И, по словам летописца, и была жестокая сеча, и одолел Святослав. После поражения император собрал бояр на совет. Было решено испытать Святослава. К ним послали дары, золото и дорогие ткани. Святослав не взглянул на них. Тогда перед ним положили оружие. Князь не удержался и взял один из мечей. Узнав об этом, бояре сказали императору. «Люд будет сей муж. Богатством пренебрегает, оружие берет. Плати ему дань». Согласившись на мир с греками, Святослав решил вернуться в Киев. На прощание Святослав познакомился со своим главным противником, императором Иоанном Цемисхием. Он приплыл к нему навстречу в челне, без охраны, причем сам сидел на веслах. Благодаря этому визиту нам и известно от греков из свиты Иоанна, как выглядел Святослав. Заключив мир, Святослав в 972 году без радости отправился на ладьях вверх по Днепру, возвращаясь в Киев. Воинов у него было немного. Большая часть канунгов с дружинами на своих ладьях откололись от его войска и отправились грабить берега Испании. Опытный канунг Свенельд, плывший со Святославом, советовал ему обойти посоху, опасные для плавания Днепровские пороги, где могла его поджидать печенежская засада. Но Святослав не послушался совета и погиб в сражении с кочевниками у Днепровского порога со зловещим названием Ненасытненский. Князь Печенегов Куря велел оковать череп Святослава золотом и сделать чашу. Из нее он пил вино и завещал ее своим детям, надеясь, что пьющие из этой чаши обретут дух непобедимости великого воителя. Субтитры создавал DimaTorzok